Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Трагический день, который невозможно забыть. 83 года назад на рассвете 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз и нанесла первые массированные удары. Вражеская авиация начала бомбить аэродромы, железнодорожные станции, военно-морские базы и города вдоль всей западной границы Советского Союза. За годы войны погибли более 26 миллионов жителей страны. В День памяти и скорби цветы к вечному огню на площади Славы возложили в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских и общественных организаций. Магомед Ахмадулаев прослужил десантником 30 лет. Воевал в горячих точках на Северном Кавказе. Говорит, и сегодня русский народ одержит победу. Я все думаю, победа будет за нами. Мы победим. Смотрите, какая сила сегодня здесь, в Самаре. На площадь собрались, сколько людей. Потому что Россия есть Россия. Армия наша сильная, и она никогда не проигрывала. Сергей Волчков воевал в Афганистане, был авианаводчиком. Говорит, преодолевать трудности в той войне ему помогал пример дедов. У меня за эту дату боролись два деда и трое дедьев. Ни один не вернулся оттуда. Отец был партизаном. Вадим Перфилов участник СВО. Сейчас находится на реабилитации, но совсем скоро вернется за ленточку. Рассказывает, в спецоперации принимает участие с первых дней. Уверен, между событиями, которые были 83 года назад, и сегодняшним днем прослеживается связь. Тут она полностью прямая. Начнем с того, чтобы была Первая мировая война, Вторая мировая война. Будем называть вещи своими именами. Против нас воюет весь мир. Каждый раз они хотят поработить нашу великую, так сказать, державу, страну. Но это у них не получится. Не получилось тогда, не получится и сейчас. У меня мои родственники воевали. Дед получил медаль за отвагу, как раз проходя территорию Украины. Медали лежат, и когда началось, допустим, это СВО, я матери сказал, что я хочу такую же медаль, как у деда, в том же самом месте. Во время войны с СССР немецкое руководство ставило цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами и германизировать территорию страны. Для советских народов Великая Отечественная война стала битвой за свободу и независимость своей родины. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.